Католическая церковь И вот, наконец, католические догмы пошатнулись в их сознании. Здравствуйте! Это виртуальный урок всемирной истории и наша сегодняшняя тема «Начало реформации в Европе». Итак, реформация – это общественно-политическое и религиозное движение в западной и центральной Европе XVI столетия, направленное на изменение католической церкви. Как именно менять католическую церковь, каждый идеолог реформации видел по-своему, и мы будем изучать особенности этого процесса в разных европейских странах. А начнем, пожалуй, с реформации в Германии, потому что в этой стране впервые появились реформационные течения. Почему именно Германия? Почему именно там? В XVI столетии большинство европейских государств преодолело раздробленность. В Англии, Франции и других европейских странах складываются сильные национальные державы. Монархии этих государств сосредоточили в своих руках всю власть, создав таким образом новую форму правления – абсолютную монархию. В Германии ничего этого не происходит, да и не было в XVI столетии Германии как таковой. Германия как государство сможет объединиться только в 1871 году, а это самый конец эпохи Нового времени. Если же говорить о начале XVI столетия, то речь идет о довольно шатком государственном формировании, которое называется Священная Римская империя, состоящем из десятков независимых друг от друга княжеств. Власть императора в Священной Римской империи достаточно слаба. Но он даже не может передавать ее по наследству, потому что императора выбирают самые влиятельные князья. Семь курфюрстов, самых влиятельных князей, выбирают императора пожизненно. И фактически император правит в соответствии с их программой и их интересами. Феодальная раздробленность и слабость монархической власти в Германии обусловили тот факт, что позиции католической церкви здесь были традиционно сильны. Сборщиков податей, папских посланников и продавцов индульгенций по сути можно было встретить в любом европейском городе. Но в Германии их было особенно много. Потомственные владения религиозных деятелей раскинулись вдоль берегов Рейна. Из семи курфюрстов, выбирающих императора, трое были архиепископами. Вместе с тем, в начале 16-го столетия в Священной Римской империи прорастают первые ростки рыночных отношений. Германские города занимают важное место в средиземноморской торговле. По добыче серебра Германия опережает все остальные европейские государства. Заканчивает формироваться немецкая буржуазия. Буржуазия – прослойка людей, владеющих средствами производства и платящих за наемный труд. Именно это и отличало их от феодалов. Естественно, своим положением в Германии буржуазия не могла быть довольна. Не были довольны своим положением и жители городов – бюргеры, потому что им приходилось платить очень и очень высокие налоги в пользу церкви. Первым с открытой критикой католической церкви в Германии выступил известный богослов Мартин Лютер. Он написал знаменитые 95 тезисов, которые прибил к вратам церкви в Виттенберге. Это событие условно можно считать началом реформации в Европе. О чем же говорит Мартин Лютер в своих знаменитых 95 тезисах? Прежде всего о том, что никакие индульгенции не помогут человеку искупить свои грехи. Напомню, что индульгенция – это документ, после приобретения которого покупателю гарантировалось полное или частичное отпущение грехов. Продажа индульгенции была очень популярным ремеслом в эпоху Средневековья. На улицах немецких городов зачастую можно было услышать такие слова. Как только в моей чаше зазвенит монета, душа грешника очистится в раю. Католическая церковь делала большие деньги на продажи индульгенций. Мартин Лютер говорит о том, что лишь человеческая вера способна очистить от греха. А церковь не является официальным представителем Бога на земле, как было принято считать раньше. Усомнился Лютер и в авторитете католических священников, которые трактовали Библию в соответствии с собственной выгодой. Библия была написана на латыни, языке избранных, которые не могли знать простые люди. Именно поэтому с 20-х по 40-е годы 16-го столетия Лютер занимается переводом Библии на немецкий язык. Что является очень важным событием, потому что это утвердило единые нормы общенемецкого языка. «Зачем церкви столько богатств? Зачем церкви столько земли?» – недоумевает Мартин Лютер. Неужели все это может способствовать общению человека с Богом? Речи Мартина Лютера и его 95 тезисов вызвали небывалый резонанс в немецком обществе. Естественно, Лютера сразу же отлучили от церкви. Император Карл V потребовал у него публично отказаться от своих взглядов, на что Лютер заявил ему «На сием я стою и не могу иначе». Это событие вы можете увидеть на изображении в правом верхнем углу экрана. Важность позиции Лютер состоит в том, что вокруг нее объединились совершенно разные прослойки немецкого общества. Бюргеры и крестьяне видели в реформации возможность освободиться от феодального гнета. Буржуазия с аппетитом поглядывала на обширные земли католической церкви, рассчитывая в результате реформации отнять их и использовать в собственных капиталистических нуждах. Однако сам Мартин Лютер видел реформацию исключительно в религиозной плоскости. Поэтому, когда в Германии вспыхнула крестьянская война, Лютер с большим возмущением отнесся к повстанцам и даже назвал их бешеными собаками, которых немедленно надо резать. Однако крестьяне все же найдут своего лидера. Кем будет этот человек? Как будет протекать крестьянская война 1524-1525 годов и чем она закончится? Все это вы узнаете уже из следующего виртуального урока истории. А пока у меня все. Я прощаюсь с вами и желаю всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok